Любая компания или семья, у которой есть фирменный рецепт приготовления мяса на открытом огне, хотели бы, чтобы о нем узнал более широкий круг бурманов. Такую возможность дает мероприятие «Битва мангалов». Сегодня здесь по-настоящему жарко, ароматное, а главное, вкусно. Команда «Мимо шли» заявилась на конкурс впервые. Идея принять участие пришла спонтанно, а вот готовились к мероприятию ребята основательно. Вот это у нас гусиные лапки, там у нас уже приготовлены утиные грудки, там приготовился стейк из семги, щуку коптим, не знаю, успеем, не успеем, и ребрышки свиные. Все. Среди участников конкурса не только компании, друзей и соседей, но и целые семейные команды, которые передают свои уникальные рецепты из поколения в поколение. Наша команда называется «Семейка Адамс», потому что мы все члены одной семьи. Сегодня мы готовим свиные ребрышки в маринаде по нашему семейному старому рецепту. Выходной день может проходить по-разному. Уже в третий раз это доказал Центр арктического туризма, собрав ценителей маринадов мяса на конкурсе «Битва мангалов». А значит, сегодня у нас, несмотря на погодные условия, которые были утром, был мелкий дождь, из восьми команд, которые заявили участие, вообще было сначала десять команд было заявлено, но до, так сказать, до самой битвы дошло только семь команд, и все они сегодня принимают участие. Битву мангалов мы проводим уже третий год подряд. Третий год, оно три года назад родилось, образовалось, оно прижилось, оно уже у всех на слуху. Каждый год собирается очень много народу приехать просто погулять в свой выходной день. Я думаю, что если была бы хорошая погода, народу было бы намного больше. Дождливая погода хоть и внесла свои коррективы, но не повлияла на желание команд удивить кулинарными шедеврами зрителей и жюри. Стоит отметить, что оценивались не только вкусовые качества блюд, но и их сервировка и подача. Наибольшее количество баллов и первое место получила команда «Гурманы». Напомню, конкурс «Битва мангалов» проходит в регионе в третий раз. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова